По словам главы региона, современное оборудование и лаборатория, которая будет работать в центре, помогут людям и спасут не одну человеческую жизнь. Но для этого необходимо как можно быстрее достроить центр позитивной эмиссионной томографии, чтобы закупленная аппаратура не стояла без дела, а работала на благо людей. Я оцениваю, что 4 года строительства – это недопустимо для такого уникального оборудования. Мы должны в этом году, до конца года, его запустить. Аппаратура для центра была куплена еще в 2008 году за средства благотворительного фонда «Развитие Украины». Строить само учреждение начали в 2010 году в рамках государственно-частного партнерства между Донецкой областной государственной администрацией, Донецким областным советом и Фондом развития Украины. За это время в строительство было вложено почти 95 миллионов гривен. Это и субвенции из государственного бюджета, средства местного бюджета и благотворителей. Строительство ПЭД-КТ-центра губернатор взял под личный контроль и намерен сделать все, чтобы медучреждение открылось в срок к концу этого года. В финансировании есть проблемы, но мы их решим. Мы для этого и есть, чтобы решать эти проблемы. Поэтому здесь необходимы еще достаточно серьезные суммы для того, чтобы можно было оплатить и строителям, и подрядчикам, и монтажникам для окончания всех строительно-монтажных работ. В ходе рабочего визита в Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение Сергей Тарута также посетил отделение нейрохирургической помощи. Сегодня здесь работают 4 отделения коечной мощностью 120. 100 коек для взрослых, 20 для детей. Кроме того, действует специализированное отделение нейрохирургической реанимации на 18 коек. Нейрохирургические отделения и операционные блоки оснащены высокотехнологичным оборудованием и инструментарием для оказания необходимой помощи. Екатерина Загоруйко, Первый муниципальный. Субтитры создавал DimaTorzok